Последние приготовления к открытию выставки. Нужно расставить фотоаппараты. Именно на такие многие годы снимала Марина Свинина. Сегодня по представленным здесь экспонатам можно проследить творческий путь художника. С 80-х годов до сегодняшних дней. Самые знаковые, любимые и автором, и публикой работы. Но есть и фотографии, которые раньше никогда не выставлялись. Это не фотошоп. Это вообще какой-то очень сложный процесс, который фотография вообще случайно получилась, потому что я кому-то показывала, как под фотоуверчителем можно соединять изображение. Это мой учитель, которого в конце прошлого года не стало, Александр Князев. Я рада, что могу как-то представить его в этой выставке. Каждая работа – история, часто мистическая. Экспозиция включает в себя несколько важных для автора серий, названия которых говорят сами за себя. Например, «Обитель сновидений» или «Грань миров». Выставочное пространство организовано так, что каждой теме свой зал. Выставочные проекты, они всё равно пропитаны поэзией, которая когда-то шла через меня и в которую я когда-то была влюблена невероятно, да, и очень много читала. И я никуда от этого образного мышления, то есть мне фотография как бы и нужна как инструмент для того, чтобы иметь возможность этому внутреннему, образному, сказочному, мистическому мышлению, просто выйти наружу. В юности художницу воодушевляли стихи Марины Цветаевой и Рейнер Марии Рильки. А после вдохновила игра на сцене современных актёров. Всю жизнь она снимает в театре. На счету сотни портретов знаменитостей. Марина умеет передать характер и заглянуть в самую глубину души. Спасибо, что есть телеобъектив, где не надо подходить нос к носу. Ты можешь заниматься наблюдением, когда тебя не видят фактически, почти с крытой камерой. Но автор смогла запечатлеть портреты не только людей, но и самой жизненной силы. Большая часть работ фотохудожницы – метафоры природы. Увидеть в камне лицо Байкала можно в художественном музее до 31 января. Желательно, очень рекомендательно позвонить по телефону 33-43-89 и выбрать себе удобное время, прийти посетить эту выставку. Выставка, конечно, заслуживает более пристального изучения. 90 работ, которые фоторабот, то есть мне хочется подчеркнуть, что это не просто фотография, а это именно художественная фотография, кто мало действительно в Иркутске занимается. Не забывайте, что вход в музей по предварительной записи и только в средствах индивидуальной защиты. Так что при себе обязательно иметь маску. Алена Чеховская, Сергей Коваленков, Аист ТВ